18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Военизированная эстафета, ГТО и салют. Как в Анапе отметили День защитника Отечества. Такое событие для нашего прихода и для нашего города. На третьем боми к районам засияло золото. Строящийся храм святого равноапостольного великого князя Владимира увенчали купола и кресты. Мы уже пятый год ходим. Кони ведут себя хорошо, довольно выносливые. 5 километров и 5 лошадиных сил. Гостогаевские казаки по-своему отметили 23 февраля, совершив конный переход к памятному месту в соседнем поселке. В День защитника Отечества Анапа отметила военизированные эстафеты, сдача нормативов комплекса ГТО и красочным фейерверком. Обо всем по порядку. На театральной площади развернулись интерактивные досуговые площадки. Только в первые часы работы в них приняли участие несколько сотен человек. Все желающие смогли испытать себя в военизированной эстафете, перетягивании каната и даже поучаствовать в рыцарском турнире. Очень весело с командой посогневаться, особенно когда друг против друга. Мне кажется, самое веселое было на лыжах, так как надо командную работу. Но это было забавнее, когда первый идет, спотыкается и все остальные тоже. Интерактивные площадки работали весь день. Несмотря на непогоду, молодежь активно проявляла себя во всех видах состязаний. Специалисты Управления по делам молодежи постарались организовать досуг таким образом, чтобы дети разных возрастов нашли занятие по душе. Первый в этом году этап комплекса ГТО «Напчане» сдали 23 февраля. Спортивная площадка развернулась на площади перед администрацией. Воспитанники и тренеры спортивных школ, студенты и волонтеры серебряного возраста, всего более 300 человек приняли участие в тестовых испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 2,5 метра. Такой рекорд по прыжкам в длину установил Аким Павлюков. Ему 15 лет, 5 из них он занимается боксом. Комплекс ГТО спортсмен сдает каждый год, ведь это не только возможность испытать свои силы, но и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Я уже сдавал, я считаю, что это надо каждый год проходить. Смотреть, насколько ты вырос в уровне ГТО. Рывок гири, поднятие туловища, прыжок в длину с места, а также тесты на гибкость. Перед прохождением комплекса необходимо ознакомиться с нормативами, согласно возрастным ступеням, всего их 11. Далее зарегистрироваться на официальном сайте управления спорта в разделе ГТО. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, к которому будут привязаны все результаты. К заявке должен прилагаться медицинский допуск от терапевта. Каждый месяц на сайте публикуется график тестирования. У нас анапчане очень здорово выполняют, они показывают просто прекрасные результаты. И у нас те, кто уже прошли во втором полугодии, в 2017 году прошли выполнение нормативов, 40% выполнили на знаки отличия ГТО и получили бронзовые, серебряные или золотые знаки ГТО. По словам организаторов, выполнять нормативы на максимальный результат с первого раза необязательно. ГТО можно сдавать постепенно в течение года. Его главная цель – приобщить население к здоровому образу жизни. Следующий этап – сдача нормативов по бегу на короткую и длинную дистанцию состоится 10 марта на стадионе «Спартак». Александр Ребека, Ксения Осипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Ну а вечером небо над Анапой озарили сотни праздничных огней. 23 февраля во всех городах воинской славы гремят салюты. Устыло в Анапе собрались анапчане и гости курорта. На несколько минут небо над Анапой раскрасилось залпами салюты в честь Дня защитника Отечества. И к другим новостям. В 14 общественных территорий претендентов на благоустройство по программе «Городская комфортная среда» вошел и пустырь напротив дома на Ленина 177 в третьем в микрорайоне. По проекту там может расположиться уютный сквер школьный. Данная территория у нас отрезана от Владимирской. Я имею ввиду улица Мельково-Ленин, где у нас находится привоз и другие магазины. Жителям приходится погрызить, поэтому, посмотрю, с детьми, с колясками, постоянно его пересекать. А когда здесь будет построен сквер, в данном сквере предусмотрено благоустройство детской спортивной площадки, пешеходные дорожки, дорожки для велосипедистов с карманами, скамеек для отдыха нашего микрорайона, наших жителей. По проекту сквер школьный раскинется от улицы Владимирская до Ленина. Общая протяженность более километра. Проект предусматривает озеленение, установку скамеек и освещение, пешеходную дорожку. С потеплением жители района собираются устроить здесь субботник и очень рассчитывают, что их проект наберет большее количество голосов. Мы всех наших жителей нашего микрорайона просим зайти проголосовать за благоустройство общественной территории по программе «Городская комфортная среда», которая находится в нашем микрорайоне 3А3Б. Напомним, проголосовать за одну из 14 территорий можно будет 18 марта. Для этого будут работать 55 счетных комиссий. В третьем микрорайоне такая расположится в седьмой школе. С полным списком территорий, участвующих в программе, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города или на нашем anaparegion.ru. Над строящимся храмом святого равноапостольного великого князя Владимира вознесли купола и кресты. На их освящение в Анапу прибыл епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Купола были доставлены из Волгодонска. За их вознесением наблюдали прихожане и наши корреспонденты. У строящегося храма в 3-м Б микрорайоне собрались жители не только этого района, но и соседних. Событие долгожданное. Десять куполов и крестов осветил лично епископ Новороссийский и Геленджикский владыка феогност. Купола и кресты выполнены из нитрида титана – легкий и долговечный материал, не подающийся ржавчине. Несмотря на то, что работы еще предстоит много, этот этап считается главным и одним из завершающих. Нового храма с нетерпением ждут тысячи анапчан. Это как Малая Пасха все равно. Душа радуется. Она до слез. Просто до слез. Какое счастье, что у нас теперь такой храм будет. Вообще такое событие для нашего прихода и для нашего города. Священнослужители говорят, темпы строительства достаточно быстрые. В 2016 году только заложили первый камень храма, а сегодня его уже венчают купола и кресты. Для православных христиан это имеет особое символическое значение. Купола – это небо, это небо на земле, это символ неба. Кресты – это мы люди православные, поэтому и кресты венчают, чтобы люди видели храм Божий, могли всегда на крест животворящий перекреститься. Сердце наполняет радость от того, что такая красота здесь воссияла. Правда ведь? И уже по-другому люди будут смотреть на это все. И вот благодаря нашему благодетелю очень большие темпы идут. Я думаю, люди, наверное, замечают. За вот эти несколько месяцев просто колоссальный объем работы проведен. Площадь храма – тысяча квадратных метров. Предположительно, первый этаж сможет вместить около двух тысяч прихожан. Дату окончания большого строительства здесь пока не называют. Говорят, на все воля Божья. Впереди еще внутренняя и наружная отделка, и благоустройство территории. А эти работы весьма затратные. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Пять километров верхом путь от станицы Гостогаевская до поселка Фадеева преодолели всадники станичного казачьего общества в честь Дня защитника Отечества и завершения месячника военно-патриотической работы. Конный переход организовали районное казачье общество, военно-патриотический клуб «Кордон» и «Союз казачьей молодежи». В нем приняли участие и наши корреспонденты. Сборы в дорогу, как и любое дело у казаков, начинаются с молитвы. Войсковой священнослужитель Отец Георгий дает благословление на конный поход. Проводить казаков пришли всей станицей, учащиеся казачьих классов, общественники и семьи. Наш папа участвует в конном переходе сегодня. Мы очень рады этому. Чтим память и традиции казачества. Сами мы из Краснодара, но вот переехав сюда, в станицу Гостогаевскую, я была очень приятно удивлена тем, что казачество здесь так развито. Долгожданная команда по коням и пять всадников в сопровождении машины ГИПДД отправляются в путь. Изначально в переходе должны были принять участие и школьники казачьих классов, но в связи с резким понижением температуры было принято решение на этот раз идти только взрослым составом. До Фадеева казаки добрались менее чем за час, в общей сложности преодолев пять километров. Переход прошел отлично. Мы уже пятый год ходим. Кони ведут себя хорошо, довольно выносливые, хотя мы немного с ними работаем. В Гостогае, конечно, было потеплее, здесь везде и не холодно, поэтому кони покрыли бурками, как по старой традиции положено. Казаки всегда после окончания перехода закрывали коня бурками, чтобы он не простыл, остывался потихоньку. Нужно это прежде всего для того, чтобы жители наших населенных пунктов видели то, что казачество у нас не угасло. Мы растем, процветаем, делаем все на благо нашей Родины, служим для нашего народа. В конечной точке казаки возложили цветочную корзину к памятнику Героя Советского Союза, летчику-истребителю Вадиму Фадееву. Почтили его память минутой молчания, вспомнили о подвигах и сказали напутственные слова подрастающей смене. Патриотическое воспитание молодежи будет продолжаться и дальше. 9 мая казаки планируют большой поход тропой у партизан, в котором примут участие как конные, так и пешие группы. Путешествие пройдет по лесам Гостогаевского сельского округа и по замыслу организаторов продлится не менее двух дней. Руслан Душевский, Анапа-регион Анапские футболисты завоевали золото на первенстве Южного федерального округа по мини-футболу. Это отборочный раунд перед первенством России, который пройдет в Нижегородской области в конце марта. В честь победы Управление по физической культуре и спорту организовало встречу в детской юношеской спортивной школе номер 10, чтобы поздравить ребят с победой. На первенстве Южного федерального округа анапские спортсмены столкнулись с 8 лучшими командами Ставрополя, Дагестана, Ростовской области и Краснодарского края. Богдан Еременко занимается футболом уже 11 лет. Чтобы успевать посещать тренировки и готовиться к экзаменам, спортсмен составил специальный график, расписав дни по часам. По его мнению, именно дисциплина и упорство помогают добиваться побед. После победы, конечно же, осталось чувство радости, такое неописуемое чувство, когда ты тренируешься и это все воплощается в реальность, когда ты занимаешь первые места на соревнованиях, тем более таких, как Южный федеральный округ, конечно, это очень хорошо. За последние три года старшая возрастная группа футболистов не раз выходила на ЮФО и становилась призером. Однако взять золото удалось впервые. В этом году у нас получился двойной успех. Наши средние ребята среднего возраста заняли третье место и старшие чемпионы. Поэтому мы приехали с двумя призами и лучшие игроки у нас в команде. Надеемся и на Россию попасть. На подготовку к первенству России остался всего месяц. С 23 по 30 марта футболисты будут отстаивать честь Южного федерального округа в Нижегородской области. Победители в старшей возрастной группе получат путевку на юношеские Олимпийские игры. По мнению тренеров, у анапских спортсменов есть хорошие перспективы на будущее. В Анапе предложили новый формат для гурманов, которые ценят свое время. Круглосуточная работа в сочетании с ассортиментом эксклюзивных продуктов. Среди первых посетителей разыграют ценный приз. Десерт Анны Павлова. Бизе с фруктами и классические пончики. Прямо из печи сегодня круассана с шоколадом, выпечка с корицей и яблоками. Уютное место, чтобы встретиться с друзьями или просто поразмыслить за чашечкой кофе. В любое время суток и в любую погоду вы можете зайти к нам в гости, приобрести кофе здесь или с собой. А также приобрести эксклюзивные вкусности. Новый формат для гурманов, которые ценят свое время. За чашкой кофе часто вспоминают, что забыл купить сыр или кефир. Здесь же бастурма, суджук – лучшие сырокопченые колбасы из Армении, где знают толк в мясных деликатесах. Деликатесы рыбные, морсы и овощные консервы, включая такие, как виноградные листья для приготовления долмы. Среди первых покупателей разыграют престижный смартфон, а также другие ценные подарки. Билеты будут выдавать в зависимости от суммы покупки. Это лотерейный билетик. Одна штучка стоит 300 рублей. Если вы купите на 3000 на сумму, то вы получите 10 таких билетиков. Больше покупок – выше шанс. Итоги подведут в начале апреля. Кофейня «Вкусный акцент» находится по адресу Анапа, улица Парковая, дом 60. Каприза погоды за три дня до весны. Понижение температуры воздуха последних дней удивило и гостей, и жителей Анапы. Надолго ли в наш город пришла зима, мы узнали в Краснодарском центре гидрометеорологии. После затока холодной воздушной массы на территории Краснодарского края, сегодня ночью еще сохранятся низкие температуры. Мы ожидаем до минус 2, минус 7 градусов мороза. По югу побережья минус 4, плюс 1. Завтра днем мы ожидаем выход южного циклона на территорию края, поэтому температуры повысятся. Дневные часы на побережье мы ожидаем до плюс 1, плюс 5 по северу. По югу до 10 тепла. В связи с выходом циклона ожидаются осадки в виде дождя, поэтому возможны гололеды, особенно по северной половине края, центральным районом. И усиление ветра ждем с северо-восточного с порывами до 12-17 метров, по северу края до 20 порывы. В дальнейшем мы ожидаем неустойчивую погоду с выходом очередных циклонов с юга и с осадками в виде дождя. 1 марта переходящего опять мокрый снег. И температура в дневные часы к вечеру 1 марта опять понизится. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.